Мы снова в студии шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. К нам в гости приходят абсолютно разные люди. И артисты, и спортсмены, и звезды. Как уже состоявшиеся, так и начинающие. Сегодня у нас в гостях, и надеюсь, будущая звезда Эмилия Холмова. Певица, победительница многих фестивалей, участница национального отбора на конкурс Детское Евровидение 2020. А также человек, который помогает зажигаться молодым звездам. Пиар-менеджер, концертный директор, руководитель фестивального центра «Звездочет» Юлиана Антоненко. Эмилия Холмова, занимается вокалом три года. Участница национального отбора на Детское Евровидение. Кроме пения, увлекается рисованием, танцами и фитнесом. Юлиана Антоненко, пиар-менеджер, концертный директор, руководитель фестивального центра «Звездочет». Привет! Ну что, как вы добрались? Как ваше настроение? Хорошо. Эмилия, это твое первое интервью на телевидении? Да, первое. Волнуешься? Ну, чуть-чуть. Да, вообще не волнуйся. Все свои, будь как дома. Можешь ноги на диван закинуть. Все, когда ты мой первый раз. Вот сегодня такая. Ой, тебе понравится. Потом будешь по этим интервью ходить. А что это за мохнатый дружок такой? Это мой талисман. Как его зовут? Потап. Потап? Да. Кот, да? Да, хотите мне программу спать? Давайте. Держите. Потап. Потап, дай мне сил научиться петь. Все. Дай мне таланты Эмилии. У меня вопрос, Эмилия. Я знаю, что ты начала петь только три года назад. Но при этом ты уже была одной из конкурсанток, участвовала в детском миру едини, была номинаткой. Да. Да. Почему ты вообще решила начать петь? Как так вышло? Ты в один день проснулась и такая... Нет. Когда я была малышкой, я всегда напевала детские песни, и мама это услышала, и мне предложила пойти на пробный урок. И после этого урока я решила, что вокал это мое. Я даже думала, что я сначала научилась аукать, а потом уже говорить. Юлиана, а как вы познакомились с Эмилией? С Эмилией познакомились в прошлом году. Она стала участницей нашего фестивального центра «Звездочет», одного из наших конкурсов. Она стала победителем этого конкурса, одной из победительниц. И мы как такой специфический центр продвигаем деток, самых ярких, самых интересных, и поддерживаем их на их пути, на их начинаниях. Кому-то мы Инстаграм поддерживаем, кого-то в данном случае с клипом эта история. Мы увидели очень красивый клип. Мы помогали, поддерживали в подготовке к Евровидению. И в этом году у нее такая была возможность себя позиционировать, представить свой продукт, свою песню авторскую. Очень счастливы с таким возможностями. Миля, вот когда ты выходишь, тут прямо многомиллионная публика, столько глаз на тебя смотрит. Как ты справляешься с волнением? Тебе не страшно петь? Ну, конечно, чуть-чуть страшно. С волнением мне помогает справляться, дыхаясь на гимнастике. Давай сейчас сделай. Давай. Как ты делаешь? А ты прямо встать надо? Да. Давай. Вдыхая через нос, вдыхая через рот. Также еще можно встрести руки вниз. Так. И согреть сверху. И добро, пожалуйста, на сцену. И дальше ты выходишь на сцену. И победную двоечку. Здорово. Теперь мы все не волнуемся. Все, все, все. Я обрел дзен. Общайтесь. Я тоже буду все время так делать. Я знаю, что начинающие певцы и певицы зачастую поют песни известных исполнителей. А вот чьи песни ты любишь? Полина Гагарина. А напой какую-нибудь песню, Полина Гагарина. Хорошо. Давай. Это было классно. У тебя очень похож голос на Полину Гагарина. Я, кстати, тоже эту песню люблю. Эмилия, а расскажи, пожалуйста, теперь о своей песне, с которой ты участвовала в отборе на Детское Евровидение. Автор песни — Роман Волознев. И, кстати, он победил в этом году на Славянском базаре. Очень талантливый автор, на самом деле. И было приятно сотрудничать с ним. Потому что действительно талантливая песня. Эту песню он прям подобрал под Эмилию. под ее запрос, под ее тембр. И над песней работа велась около года. Что ж, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь давайте посмотрим клип Эмилии Холмовой. Девушки отдыхают. Ай, куда чудная, полгода без арзиа. Ты меня сильней поливаешь. Буду вся сырой, но не злая. Ведь это декабря и домая. Ай, куда чудная, полгода без арзиа. О-о-ой, как же просто быть самой собой. Если ли мы порывать бой. Далее темы в туча света. Дилита. О-о-ой, прорасту теперь поля тропой. Ты как будто бы совсем живой. Лучше в целом мире нету, чем этот дождь. Только ты границы не знаешь. Краду пятый день поливаешь. Люди говорят, перестанешь. Ай, куда чудная, полгода без арзи. Выйду я к тебе, обращаясь. Просто уходи, подращаясь. Взглянешь на меня, удивляясь. Ай, кай, чудная, определись. О-о-ой, Ай, кай, чудная, определись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Эмилия, смотрите, в клипе стоишь под дождем. Вы специально ждали такую погоду? Или так получилось? Мы делали искусственный дождь. Специальная машина, которая тебя поливала? Мы поливали со шланга. Да, так и было. Смотрите, песни, тексты, клипы. Все это стоит недешево. Какие советы можете дать родителям, которые хотят как-то начать продвигать своего ребенка, раскрывать его таланты? Если они даже уже раскрыли, ну как, с чего начинать, как действовать? В первую очередь я бы посоветовала, во-первых, заниматься брендом, личным брендом ребенка, как артиста. То есть сейчас много возможностей в социальных сетях. Это действительно немаловажно. И даже в этом году, заполняя заявку на Евровидение, был такой пункт, ссылка на аккаунт ребенка в Инстаграме. И на самом деле это действительно сегодня важно. Потом такой совет мне, он может быть такой банальный, но он очень важный. Это участие в конкурсах, это конкуренция, которая должна быть всегда. Ты когда чувствуешь конкуренцию, что когда тебе дышат в спину, ты понимаешь, что тебе нельзя расслабляться ни в какие моменты. Немаловажно слушать музыку, если это вокал ведущих, мировых каких-то звезд. Надо не вариться в собственном соку. Вот это такие советы, которые самые-самые основные. Если вы захотите петь... Вы слышите мой голос. Если я начну петь, то меня кто-нибудь сварит в кипятке, а не в соку. Так, пока у нас только одна певица, это Эмилия. Планируешь ли ты в будущем быть певицей, или ты хочешь работать с кем-то другим? Не знаю, может, учителем. Я в будущем тебя вижу хирургом. Серьезно? Да. Ну, я тебя вижу поющим хирургом. Сомышляет профессию хирург и музыку. Я вот тоже хотел, только представил Эмилию через 15 лет, там, 20. И просто она там аппендицит кому-то штопает. Напевает. Пойда, как Марина всегда. Крестик, ниточка, иголка. Я не ожидала такого ответа. На самом деле дети, которые занимаются вокалом, которые поют, они вообще, в принципе, по жизни успешны. У них другие цели. Они умеют как-то добиваться чего-то. Они умеют проигрывать и побеждать. То есть это совершенно иные, более взрослые люди. Уже, когда им становятся 16-17-18 лет, они намного взрослее, нежели их ровесники. Потому что они уже прошли школу. Они не сидели в компьютере, в телефоне с утками, а они ездили на конкурсы. Они какие-то обсуждали костюмы. Даже в написании песни, когда писали песню для Евровидения, тоже Эмилия участвовала. Она принимала участие в написании текста, музыки. То есть процесс творческий, он растит очень. Поэтому, если вы захотите петь, то вам туда. Эмилия, я знаю, что ты еще и танцами увлекаешься и снимаешь видео для ТикТока. Можешь нам показать старикам, как это делать? Мы ТикТок только осваиваем. Да, я могу показать, но если вы будете танцевать со мной. Ну давай, давай. Это будет весело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В конце руки протерли. Помыли руки и поволочили что-то на сковородке. Оп. Спасибо, круто, прикольно. Что, давайте присаживаемся, да? Мы в студии шоу-подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня к нам в гости пришла певица Эмилия Холмова и ее пиар-менеджер Ильяна Антоненко. Здравствуйте. Мы для всех наших гостей готовим небольшие игры, задания. Вы не исключение. Следующая игра называется Музыкальный переворот. Правила достаточно простые. Сейчас будут играть известные песни, в том числе и детские, но задом наперед. Вам нужно просто угадать, кто это. Если что, будем подсказывать. Талисман, талисман, потрогали. Только победа, идем вперед. Будешь помогать нам. Тоже ваша команда. Ну что, погнали? Поехали, первым слушаем. Давайте. Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам. Да-да-да, это крокодил Гена. Один есть. Ну что, давайте вторую песню. Тима белорусских. Не забудь, как его любимый цвет. Ну почти. Это Тима белорусских, но это витаминка. Витаминка, твой любимый таблетка. Ну что, еще одна? Поехали. Это тоже, тоже. На себя надеюсь. Ча-ча. Как ты это сделала? Покинула чат. Это Клоу-Кока. Покинула чат. Я бы в жизни ее не угадала. Я сейчас такая, ну знаю ответ, пытаюсь вслушаться. Я вообще ни одного не слышу знакомой. Это не та песня, ребята. Еще одна песня. Покруг тебя бессмерт кружит. 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 Покруг тебя бессмерт кружит. Можно было просить, чтобы Эмилия просто потом допевала. Мы бы тут все заденсили. Поехали дальше. Еще одна. Дрень вообще ничем, а мы. На каком-то языке? Казахском опять? На одесском языке. Эта песня. А кто такие? Фиксики в большой-большой секрет. Я бы тоже ее не узнала никогда. Еще одна. Едем. Давайте. Это Филипп Киркоров. Нет. Не знаю, Эмилия. Познавайся, говори какая. Иванушки Интернешнл, Тополин и Пух. Тополин и Пух. И переходим к следующей песне. Давайте. Это Шурак. Почаснее снятся. Я не помню, кто я поемся. На самом деле, это Эван Дорн. Стыдся, Мэн. Это примерно то, что сейчас слушает молодежь. Вы молодцы, вы справились на раз-два. Все молодежные треки, Эмилия, просто вот так вот на расхват. Все угадала, все. Детские не все, но все молодежные. Зато я по-детски. До одной. Всем привет. Мы в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях певица Эмилия Холмова и ее пиар-менеджер Юлиана Антоненко. Всем доброе утро. Эмилия, расскажи, как ты думаешь, почему все артисты, как молодые, взрослые, начинающие, не начинающие, все хотят попасть, пробиться на Евровидение? Что там такого классного? В чем такой там интерес? Потому что у артистов есть возможность показать свое творчество всему миру. Прям все-все-все посмотрят. Ну, это, конечно, хорошо, но на пути к выступлению на Евровидении идет такой процесс подготовительный, что вообще артист растет, то ли ребенок, то ли взрослый, он растет в разы. Именно путь растит. Цель понятна, хорошо, если ты там ее достиг, финал, но пока ты туда идешь, то ты вообще полностью меняешься. Все переворачивается с ног на голову, это важно. Вот я для родителей могу сказать, для детей в семье, взрослые взрослыми, но путь растит, это невероятный этот успех. Ильяна, расскажите, пожалуйста, чем в данный момент занимается ваш фестивальный центр и какие планы на будущее? Слушайте, ну мы готовимся к следующему фестивалю «Звездочет», седьмой международный фестиваль. Состоится уже вот-вот, 25 октября в Бобруське, пройдет в стиле тикток и лайк, будем танцевать, наша команда будет вся танцевать, учить. У них мы возьмем во главу всей команды, оказалось, что ты еще тикток. Всех обязательно научу. Да, и нас, и всех. В общем-то, и будет много сюрпризов, очно-заочная форма участия, потому что международные участники не все могут себе позволить сейчас приехать. Многие участвуют, присылая свои заявки онлайн, видеозаявки. Но в целом, как бы, планируется такая движуха большая. Тусовочка. Мы будем пасоваться в Бобруську в этот раз, примем. Звезды сойдутся. Милия, над чем сейчас работаешь? Что у тебя в загашнике? Какие работы? Плитку, плитку ложи. Я работаю уже над новой песней. Какой? Секрет. Авторскую песню она сейчас. Начала делать следующую авторскую песню на следующий год, я так понимаю. Как на Евровидение следующий? Клип ждать? Не знаю. Мы сейчас над этим не думаем. Но в тиктоке хоть увижу его? Да, думаю. Ну, буду смотреть. Юлиана, Эмилия, с вас топ-5 советов, как раскрутиться начинающему певцу. Развитие личного бренда в соцсетях, чем успешно занимается Эмилия. То есть Инстаграм, Тикток, Лайк, везде должен быть певец представлен. В частности в конкурсах, конкуренция, она всегда стимулирует, что у тебя, Эмилия. Надо заниматься, идти, идти к достижениям. Надо учиться не опускать руки, когда что-то не получилось. Надо уметь проигрывать. Постоянно совершенствоваться надо. Это важно. Работать с интересными профессиональными педагогами, артистами, общаться. Постоянно участвовать в каких-то проектах, которые растят. Даже съемки, вот даже сегодняшние съемки, это же растит. Артиста начинающего, продолжающего. Это тоже опыт определенный, и это реально для них продвижение. То есть вот постоянно какое-то движение, это движение вся жизнь. Поэтому всем продвижение. Все, все понятно, справились. Мы не можем вас просто так отпустить без вкусного, сладкого сюрприза от наших партнеров шоколадной фабрики «Спартак». Спасибо большое, «Спартак». Продукция «Спартак» дарит радость и вдохновение, а для таких творческих людей, как вы, это особенно прям важно. Заряжаться энергией. Спасибо большое. Мой любимый горький шоколад. Это здорово. Действительно, это дает вдохновение. У нас в гостях была певица Эмилия Холмова и пиар-менеджер Юлиана Антоненко. Спасибо большое, что решили. Спасибо большое.